Самый провокационный и интересующий вопрос Мужик с прицепом Я решила играть по-честному Тяжелые были времена личной жизни А вы часто занимаетесь кексом? За что платить? Одна? А сейчас? Я считаю, что с этим мог делиться только Виталий Не покатит, не прокатит Питер, привет, мы снова едем Почему не снимаешь макияж в ТикТок? Культурно, не как хамло какое-то Зарплата с Ютуба раз в месяц Глядела, мне кажется, старше, чем сейчас в 27 Мы бы это не скрывали В пятерочке, где еще можно меня встретить? И, друзья, всех рада видеть на своем Ютуб-канале С вами я, Марина Суя И этот день настал Мы с вами сейчас пообщаемся Первое видео вопрос-ответ я снимала давным-давно Еще в том году, в марте Там такие стандартные вопросы, как меня зовут Откуда я, чем занималась Ну, знаете, такая школьная анкетка Ребята того времени, у кого была школьная анкета Такая тетрадочка, книжечка, блокнотик Пишите в комментариях Самый провокационный и интересующий вопрос В анкете был, кто тебе нравится, кого ты любишь Ай, ностальжи Недавно, ну не так давно В этом месяце я делала опрос в инстаграме И собирала вопросы, чтобы сегодня на них ответить И на самые запрашиваемые вопросы я сегодня постараюсь ответить И давайте выпьем за понимание Ребята, я понимаю, что меня кто-то смотрит давно, кто-то недавно И давайте я на самые популярные вопросы вот отвечу Сколько мне лет? Как меня зовут? Меня зовут Марина Если что, не Мария Нет, Марина Мне 27 годиков Скоро будет 28 9 февраля Думаю, с вами где-нибудь там пересечемся На прямом эфире, на стриме, на ютубе С Виталием мы уже почти 4 года 1 апреля будет как день знакомства Мы с ним встретились и больше не расставались Свадьбу мы сыграли в том году, 2020 года, 16 августа Такие бывают вопросы, а замужем ли я? Конечно же, ребята, не просто так вот это колечко я ношу Если кому интересно, Виталику 33 и старше меня он на 6 лет Это, наверное, долго рассказывать Кем я работала по жизни Как я пришла в сферу визажа Блогерство И как раз я подробно рассказывала в том видео Вопрос-ответ Которое первое вышло на моем ютуб-канале в том году Я оставлю ссылку, там есть тайм-код То есть вы можете конкретно нажать на определенный вопрос И узнаете про меня Ну а теперь погнали, свежие вопросы Ребята, я так понимаю, что это как снег на голову Было узнать перед Новым годом То есть мы до этого как-то и не было такой темы Вы узнали, что у Виталика есть дочь Многие были удивлены Но мы как-то не афишировали это И, видимо, как раз пришло то время То есть в видео мы где-то заикнули Что вот, купим Кате, подарим Кате И встали вопросы Кто такая Катя? Я считаю, что с этим мог делиться только Виталий Это потому что его личная жизнь И это было до меня Как раз в одном из видео Бьюти Бомб я обозревала Мы такие вот, Кате подарим И я такая Виталик, расскажи, кто такая Катя? Поделись Ну потому что это, я считаю, было бы как-то уместно Логично, чтобы Виталик рассказал, кто такая Катя Но после того, как вы узнали, что у Виталика есть дочь Вопросов меньше не стало Были вопросы, как так, у вас есть дочь Я говорю, ну извините, ребята Если бы у нас был бы ребенок Это было бы видно Ну знаете, где-то, где-то кто-то пробегал Кто-то что-то говорил в сторис В инстаграме То есть это было бы явно Мы бы это не скрывали Подскажи побольше о Кате, дочке вашего мужа Как отнеслась к тому, что у Виталика есть ребенок Дочка мужа с вами живет? Давайте обо всем по порядку Ну вкратце У Виталика от первого брака есть дочка Катя Ей 11 лет Катя живет с мамой и со сводным братом Сережей И с ними проживает папа Сережи Как я отнеслась к тому, что у Виталика есть ребенок? Мне на тот момент было 24 Тяжелые были времена личной жизни Так, это получается был 17 год Три года я была в сложных отношениях И когда я все вышла, освободилась Я такая, нет-нет-нет, все Я побуду одна-одна-одна И там судьба такая или кто там Одна, а сейчас размечталась То есть я не ждала никого Я не искала никого Как-то все само произошло Пишите, как найти своего человека Это, ребята, никогда не запланированное действие Просто вот само происходит Виталий профессиональный фотограф И я давно на него была подписана Думаю, может, когда-нибудь там фотосессия Там что-то такое И никогда я его ничего не лайкала И в один прекрасный вечер Я просто лайкнула фотку в ленте Листаю, листаю Ну, просто ленту И потом посыпались мне лайки И он мне написал, что А не хотите ли вы быть моделью? Я такая Здравствуйте, но я как бы не модель И вот так общение закрутилось, завертелось И так, получается, мы познакомились И знаете, в чем фишка-то? Когда он мне стал писать Я такая Блин, я же помню Я его добавила в 2014 году И я помню, что у него вроде ребенок там Или что-то семья Что-то такое вспоминаю Вконтакте помню Когда я его добавила Я чувствую, что у нас такое общение неделовое Ну, такое Не то, что флирт Но приятное такое общение идет И я корректно как-то спросила Что А я не ошибаюсь У тебя вроде как семья Там, думаю Ну, чтобы как-то границы, рамки расставить Общение Я думаю, если есть семейный человек Как-то как-то странно пишет И он мне как бы сказал, что он в разводе Листая инстаграм, вконтакте Я поняла, что у него есть дочь Как я отреагировала? Я спокойно отреагировала Потому что, ну, ребята У каждого есть жизнь до До вашего там человечка До вашей любви Всякое бывает И клеймо ставить на человека Я помню девчонок знакомых, которые говорили Ой, там общаюсь с одним А он с ребенком У него есть ребенок А мне не нужен Мужик с прицепом Эта фраза у меня просто с прицепом Девочка думает Женщина, дама Не зарекайся никогда Как тебя жизнь может крутануть? На тот момент Виталик полностью изменил мою жизнь В плане отношений Я была как, знаете, дикарь из леса Мне все было дико Как он ко мне относился У нас зародились реально доверительные Хорошие отношения Мы делаем все Чтобы отношения развивались Мы не стоим на месте Но бывают разные заскоки у нас Мы не роботы Чтобы там все вот Все гладко и сладко Нет Так вот С Катей мы в хороших отношениях Мы с ней видимся То есть мы когда ездим в Чепецк В Кирово-Чепецк Они там живут Мы в Кирове живем Ездим по возможности Стараемся развлекать Дарить подарки Общаемся по телефону Все нормально Надеюсь, я немножко разъяснила тему И мы стали чуточку поближе с вами Еще поближе Тема детей просто не остывает Следующие вопросы А когда дети? Когда планируете? Так вот, ребята А, еще такой был вопрос Мариночка, вы поправились? Вы ждете ребеночка? Ребята, мы просто любим пожрать вкусно все Ребята, и по поводу вопроса Когда дети? Скоро ли? Я считаю, что этот вопрос такой личный Как спросить вот со свечкой А вы часто занимаетесь кексом? Вот это то же самое Реально, это лично И касается только партнеров Двоих людей И даже не родственников И тем более Незнакомых мне людей Ребята, поэтому Если это свершится Вы все равно Рано или поздно узнаете Я же не буду скрывать Фотки Девять месяцев То есть Полностью пропаду из ленты И буду вот так вот Ютуб снимать Вот так вот Чтобы там ничего не видно И в инстаграме ничего не выкладывать Все равно Но рано или поздно Когда это свершится Вы все узнаете Вопросы Ты училась на визажиста Или у тебя другая специальность? У меня специальность Дизайнер интерьера И ландшафта Как раз вы можете Об этом подробнее узнать В том видео В первом видео Вопрос-ответ Я оставлю ссылку Можете глянуть С чего все начинала Как закончила школу И с какого класса ушла Тоже там есть такой ответ Сколько вы зарабатываете Если очень часто Тратите большие суммы денег? Ребята Я буду затрагивать Только площадку Ютуб И конечно же Это монетизация Например Вы смотрите видео И там Промелькивает реклама Но ее можно пропустить Это очень удобно Например По телеку Я тут обратила внимание Включила телевизор Давно не смотрела Сколько там рекламы Очень часто Реклама Ее никуда не выключить Не перемотать Ничего Так что ребята Грех жаловаться на Ютубе Что Ой реклама Ее можно пропустить Зарплата с Ютуба Раз в месяц И мы ее конечно же Распределяем на кредиты Да ребята Мы живем как обычные люди И кредиты у нас тоже есть Купить собакам Корм Что-то прикупить Домой Туда-сюда Также вложение в Ютуб В контент То есть мы все рассчитываем Примерно Мы обычные ребята У нас умеренный аппетит В плане финансов То есть нам Не надо там Миллионы долларов Ну кому они не нужны конечно Но сколько они зарабатывают Всегда будет мало Есть такая поговорка Доход с Ютуба Еще идет с интеграцией Где там помечаю Рекламная пауза Играли в космическом корабле Также Витальоны конечно же Это знаете Вот сценарий Я пишу сама Честно Вот у меня бывает такое Что я сижу Думаю Насчет интеграции Как вот это интересно Преподнести То есть просто За столом говорить Что-то рассказывать Я поняла Мне скучно То есть все равно Зритель поймет суть Но Это не будет как-то банально Пишу сценарий Виталику потом Как-то Объясняю Это все Что нужно снять Сыграть Как-то Он на меня смотрит Говорит Ты это где как В основном такое Приходит ночью Вот даже был один раз Я легла спать Уже сплю Все Лежу И мысля Я такая Если я не встану И не запишу То все Я это забуду И у меня не будет Снова такой волны Я встала И записала сценарий Я добросовестно Отношусь к рекламе И если бы я брала Всю рекламу Которую мне предлагают То мы бы уже Купили бы Наверное Большую хату Машину бы побольше Куда-нибудь уехали По поводу того Сколько платит ютуб Но тут в зависимости Как часто вы снимаете Ну и самое главное Просмотр Сколько просмотров За тысячу просмотров Ориентировочно Где-то 250 рублей Платит ютуб Ну и там уже умножайте Дальше погнали Вопросы Хотела когда-нибудь Уйти из блогинга Где берешь мотивацию Для видео Ну и в том же духе Как все это не забросить Ну что ты хочешь сказать Ребята У любого творческого человека Бывают выгорания У меня в том числе У меня было выгорание Летом Я там долго не снимала Что-то Три недели Или сколько Ну дофига У меня была мощная волна Вдохновения в Питере Потому что смена обстановки Только много всего Работы Вдохновения Продуктивности Как раз в январе Я немножко отдохнула И я готова врываться в бой Конечно бывали когда-то мысли Что все Я больше не могу Я хочу просто Жить как обычный человек Я не хочу ничего снимать Скажу честно Я долго боролась с собой Чтобы вот Не стесняться Быть самой собой Перед вами на камеру То есть вот сейчас Я могу вести себя Адекватно Абсолютно по-разному Там смеяться Кривляться Говорить Как я хочу Да у меня цензура Как бы Знаете тут Мата в жизни Хватает И так Везде И я стараюсь быть С вами Вы знаете Когда гости приходят В гости В гости В гости Ну поняли Ну да С подружками можно поражать Поматериться Конечно Но в любом случае Когда незнакомые гости Приходят к тебе То конечно же Вы ведете себя Наверное культурно Не как хамло какое-то Поэтому вы для меня Все гости Уже родные гости Бывало такое настроение Что все Я не буду тебя снимать Но в основном Это было Когда какие-то Вот такие дни настроения Не очень Но потом быстро отпускают Типа А как я без этого Жить буду Это уже Смысл жизни Вообще макияж Этим я занимаюсь Уже 3 года Я без этого не смогу Нет Это бывает такое Что находит Все надо отдохнуть От этого всего Чтобы соскучиться И лучше отдохнуть Не заставлять И я тоже приняла решение Что если не прет Я не сажусь снимать Если нет волны дзена Вот этого всего Не покатит Не прокатит Также кто на меня подписан В инстаграме Тот знает Что редко можно наблюдать Такое Что я пилю сториз Вот просто Каждый день И там вот много Много вот этих Я живу обычной жизнью И я хочу Соблюдать вот эту Золотую середину Вот с вами Можно сказать Онлайн С вами И также вот просто Без всего Без интернета Там Ну нет интернета С вами С нами везде То что я знаю Что мне не нужно Показывать свой шаг И я могу Расслабиться Не снимать это все А просто кайфовать Смотреть Жить Бывает такое Что Виталик Сними сториз Смотри классно Я такая Телефон где-то там Где-то в кармане Нет не хочу Я просто смотрю Я просто кайфую А бывает настроение Все хочется заснять Все показать Ну знаете Вот я живу Таким днем Сейчас и сегодня И как я вот чувствую Так и делать надо Понятно я не беру В счет инстаграмных Блогеров У меня инстаграм Ну вы знаете Что это Фоточки Макияжа Какая-то быстрая Реакция Информация Вам в сториз Закинуть Что-то вот тут Произошло Я тут Ну то есть Быстрая связь С вами Я такой человек Что я не могу Распыляться На много дел Если я делаю То я сделаю Это дело Одно И хорошо Не беру в счет Бытовые дела Я могу и стирать Готовить И что-то убирать Еще что-то делать И мамой говорить А если по работе Именно вот как Это уже стало И работой И хобби То я выделяю Вот прям максимально Себя Вкладываю душу В ютуб И поэтому инстаграм Для меня Ну как дополнение Что-ли К ютубу Дальше вопрос Почему не снимаешь Макияжи в тикток Это из той же оперы Что я сфокусирована Например на ютубе И все То есть я Когда-то Легалась В тиктоке Что-то заливала Пару видосов Из инстаграма То есть вот Одновременно там Снимала в инстаграм И в тикток Там пару видосов И то меня Виталик заставил Говорит А чего ты не пользуешься И мне не зашло Я и так В инстаграме Там часто ленту листаю И там те же видосы Что и в тиктоке Я считаю Что для меня Еще и в тиктоке Вот так вот Листать ленту Это просто время Вот так вот Убить время А мне есть И так чем заняться И заливать видосы Я люблю Снять как-то Информативно Глобально Как-то снять видео Может быть пока не мое Ютуб я вот чувствую Вот связь Этой платформы Связь с вами Что я вот снимаю видосы И у нас есть с вами связь Лучи добра Может быть когда-нибудь Я появлюсь на площадке Тикток Но пока нет Это знаете Из той оперы Никогда не зарекайся И никогда не говори никогда Вопрос по работе Отучилась на визаж Очень нравится Но как начать Принимать первых моделей Страшно Когда я начала Принимать модели Я уже понимала Как примерно себя вести С клиентами Потому что я работала В сфере обслуживания Можно сказать Я работала оформителем И там так же Ты встречаешь клиентов Предлагаешь какие-то варианты Но так же Как менеджер Общаешься Но в макияже Дело другое Можно и не общаться Но ты должен Себя как-то Комфортно чувствовать И чтобы клиент Комфортно чувствовал Клиент же тоже чувствует Когда мастер Расслаблен или нет Я почему-то не звала Моделей знакомых Я звала Подписала объявление И там сама уже выбирала Кто мне подходит Для этого макияжа Для другого Почему я не звала знакомых Потому что я думала Что мы больше проржем Просмеемся Долго никакого не будет То есть я фокусировалась Ко мне приходит Незнакомый человек Я должна сделать Красивый макияж И дать услугу Этому человеку И поэтому Я начала свой путь Не со знакомых Людей абсолютно Ребята Я не буду вам тут Конкретно советовать Может вам удобнее Как раз Чтобы вам человек Был как-то близок Там подруга Знакомая Сестра И лучше практиковаться Так На ком-то нужно В любом случае Практиковаться Был еще вопрос По поводу страха В моей работе В визаже Что я боялась Я не то что боялась Это было всегда Всегда после каждого клиента Когда делаешь макияж Все-все-все И когда ты поворачиваешь К зеркалу Либо вообще Конечный там Штрих делаешь И говоришь Все Ну как вам И вот это самое Наверное Вот это Ждешь реакцию Какой-то комментарий Это волнительно Рука на пульсе Думаешь Ну как Что Я всегда старалась Уловить настроение клиента Всегда спрашивала нюансы Что хочется Что не нравится И редко было Что там Ой Ну что-то Как-то Ну Нет Я всегда все учитывала Да бывало Что там Помаду подправить Либо цвет поменять Да пожалуйста Вообще Без вопросов Главное Чтобы клиенту Нравилось По итогу Какие планы На 2021 год Ой ребята Тут такие планы Были В Казань И что вот Мы едем не в Казань Чуть попозже Об этом Лучше жить Здесь и сейчас И делать что-то Каждый день Понемножку То есть Не ждать Какой-то Определенный день Послезавтра Я начну Что-то делать Нет Живите здесь И сейчас Потому что Этот день Может никогда Не настать Вкратце Планы Путешествовать Ездить по городам Вот что хочется В этом году Вопрос Привет Как ты раскрутилась На ютубе Я просто тоже начинаю Но подписчиков нет Когда меня спрашивают Марина Где рекламу купить Где раскрутиться И я такая Не по моей части Я не знаю Я выбрала сразу Такую тактику И придерживалась Этой тактики Ютуб мы вообще Никак не раскручивали Просто я снимала Когда там Два Три Года назад Поснимала пару видосов И все Забросила И вернулась только через год И вернулась я в конце 2019 Года На ютуб 137 человек Думаю Привет Вы меня помните Первое видео я сняла Про палетку Лайм Крайм И стала потихоньку Как-то снимать Снимать Тренироваться На ютубе Главная регулярность Это как ходить на работу С 8 до 8 Там снимать Монтировать Тоже самое Бывают спрашивают Марина А какая твоя основная работа Ребята Это уже и стала Моей работой И хобби После того Как я стала потихоньку Снимать И появилась еще Рублика Магазин на диване Многим она понравилась Просто вы знаете Надо быть самим собой Все Ребята Не надо стесняться Показывать свою харизму Свой характер Свою личность Потому что Я считаю Что на блогера Подписываются Больше на личность Чем на какие-то там Обзоры Там еще что-то То есть человеку Нравится человек Как по мне Это первое Ну а второе Конечно же Это контент Так вот По поводу раскруток И рекламы Я как считала Зачем я буду Где-то там Навязываться кому-то Если человек Может просто Зайти там Например Ко мне на канал Из рекомендаций Либо еще где-то И по своему желанию На меня подписаться Зачем набирать Не целевую аудиторию Кому это мне интересно Нет Я решила Играть по-честному Что если человек Зашел Если я ему понравилась Он подпишется По своему желанию Вот и все Сколько времени Уходит в среднем На монтаж видео Оу Ребята Я бывает Такой пулемет Я люблю быстро Монтировать Но если я прям Окунулась То у меня пальцы Ходуном ходят Если небольшие видеоролики Там до 20 минут То примерно Там 3-4 часа Не знаю Больше времени Уходит Знаете на что На какие-то вставки Переходы Музыку подобрать Туда-сюда Чтобы все гармонично Смотрелось Если видео полчаса Либо там подольше Около часа То весь день Может уйти Я стараюсь быстро Монтировать Чтобы не засиживаться То есть нужно поскорее Выпустить Ну и Я как села Вы знаете Как в офисе Я села И просто Только на кофеек Там Пару раз Я не монтирую Часик сегодня Часик завтра Нет Это как вот для меня Работа Я села Все Я за монтажом Вопрос Будут ли новые рубрики На канале Да Есть задумки Есть некоторые фантазии Пока держу в голове Родятся те рубрики То это хорошо Если нет То буду думать о другом Вопрос Когда будете в Казани Вот тут вся веселуха пошла Недавно Не так давно Нам написала Хозяйка из Казани Мы же забронировали После сразу нового года Квартиру в Казань В конце января Что мы все Мы выезжаем Будем там месяц жить В Казани Она звонит Виталику Говорит Ребята Если вы дома работаете То не получится вам жить Потому что соседи Устроили глобальный ремонт Ну невозможно там вообще находиться И мы такие Окей Что делать будем Мы бронировали на сайте Iron BNB Денежки нам вернули Через несколько дней Мы стали думать А может и не Казань Может другой какой-нибудь город Виталик знает Что я очень хотела побывать На розе хутор Красная поляна Горы И еще день нождения Не за горами И мы как представили Что мы там отмечаем Мой ДР Я такая Ой я только замк Потому что я очень хотела Побывать в заснеженных горах И научиться кататься Еще на сноуборде Да я хоть и трусиха Но хотелось бы научиться Так вот мы стали искать Жилье в Сочи И еще с собаками Это было просто невозможно Даже без собак стали искать Ну просто посмотреть варианты Либо просто Хата за 300 Домик Мы смотрели сначала домик 300 косарей Либо жилье Просто 60 тысяч 100 тысяч Там однокомнатное Ни о чем просто За что платить Ну понятно Курортный город Деньги дерут В Таиланд дешевле съездить Ребята Как сложно искать Жилье с собаками Еще с двумя То есть Ладно там мопс Как-то на него еще смотрят Ну как на маленькую собачку А самоед Шторм Вы представляете Это как бы для нас такая Ну собака 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 обычно Для некоторых Это просто какой-то Абориген северный Кто это Рассматривали Екатеринбург Новосибирск Где только не искали Жилье с собаками Это реально казалось Не так просто Поверьте ребята И что вы думаете Виталик нашел Два хороших варианта И мы стали выбирать Из них И Питер Привет Мы снова едем Я даже успела Соскучиться Конечно мне хотелось Другой город Чтобы посмотреть Другие города Как же Но ребята Мы посмотрели Все плюсы и минусы Что в Кирове Нам уже скучно Нам хочется Движа Парижа Как говорится Лишь бы не стоять на месте Нужно ехать А там разберемся В итоге мы поедем Очень скоро Выезжаем 31 января То есть день мы едем В Ярославле Останавливаемся на ночь Как мы тогда тоже Мы также ехали Двое суток Ночуем в Ярославле И утром рано Мы выезжаем в Питер И к вечеру Это ориентировочно Мы должны быть 1 числа Поэтому ребята Кто ждет рубрику Магазин на диване Очень скоро В Питере Пойдем обязательно По магазинам Напишите в комментариях Какую одежду С собой брать Я так понимаю Что зимние уже Не стоит брать Там уже так Плюс-минус Подтаивает Кстати как раз Есть вопрос Рассматриваете ли вы Переезд в Питер Пока нет Какой-то глобальной цели О переезде Но все равно Мы поняли Что стоять на месте Нельзя Нужно двигаться Нужно повидать мир Я ищу вдохновение Это самое главное Для творческого человека Это вдохновение Но Санкт-Петербург Я полюбила душой Честно могу признаться По душе Мне пришлась Вся атмосфера Есть что-то в вашей деятельности Что дается вам Труднее всего Да Начать работать С самого утра Я сова Уже стала видимо совой У меня график сбит Молю о том Что я поставлю будильник Я встану Сделаю домашние дела И все Я сяду Все Меня нет Меня не трогайте Я работаю Например там С 10 утра И до вечера Но нет Я сажусь под вечер Снимать Но я не знаю Когда я это начну И я прям все хочу И хочу Ну а то встану вроде в 9 В 8 С собаками гулять Завтра готовить Что-то тут помыть Там прибрать Привет уже вечер Вопрос Завела бы третью собаку Если да То какую Сейчас мама меня смотрит Детей Уже пора Да мы тут недавно думали И поняли Что мы собачники До мозга костей И хотели бы еще Французского бульдога Но это не точно Может быть когда-нибудь Но сейчас в наших приоритетах Это конечно же семья И дети В дальнейшем Хватит нам пока собак Конечно же Хватит Две собаки Это очень хорошо Вопрос Хочешь покрасить волосы в черный Оуу Ребята Я в свои годы Какой только не была В волосах я не стеснялась Раньше выражаться То есть вы знаете Когда вот дури в голове Еще не утихло Вот это все хочется перемен До сих пор мне хочется перемен Иногда так хочется Какой-нибудь покрасится в цвет Но я понимаю Что мне через неделю надоест Сейчас вот мое состояние волос, вот цвета, вообще мне по кайфу. Блондинка меня свежит. Если в черный я сейчас покрашусь, я буду выглядеть старше. Вот и так оно и есть. В 20 лет я выглядела, мне кажется, старше, чем сейчас в 27. Вроде год назад я еще экспериментировала. Там было красный, черный, всякое разное. Но через месяц я снова блондинка и привет, каре. Ну, волосы все равно. Я могу себе представить какой-то русый каштан, какой-то шоколадный оттенок. Ну, не черный. Не, ребята, черный уже я прошла этот этап, все, хватит. Вопрос. Хотелось бы обучать визажу типа проведения персональных онлайн-уроков и тому подобное. Ребята, да, по секрету скажу, что я маринуюсь. Думаю об этом. Хочу очень составить онлайн-уроки для новичков, макияж для себя, также для визажистов. То есть это вот в планах. Не буду зарекаться, когда это выйдет на свет, потому что я очень буду кропотливо работать над этим. То есть это будут такие полноценные уроки. То есть и на моделях, и на себе что-то буду показывать. То есть вот прям смонтированное там, например, видео и вот полноценный урок. Вдруг кто не знал, я визажист также. И, конечно же, карьеру визажиста я не хочу забрасывать в дальний ящик, потому что... О, кстати, меня тут Виталик спрашивает. Ты понимаешь, ты осознаешь, что ты бьюти-блогер? Я такая... Ну нет, особо не чувствую, что ты там какая-то звезда вот такая. Нет, я ему такая... Да я визажист. То есть в душе вот я не забываю, не оставляю эту мысль, что я визажист. Как будто это было вчера, но прошел реально практически год, как я уже не веду запись. То есть это перед пандемией было. Как раз я ушла больше в YouTube, а потом все нахрен закрылось. Я такая... Блин, ну вот как раз судьба. Буду снимать на YouTube вам видосики, чтобы вам было не скучно. Вопрос. Что хочешь себе купить на ДР, который у меня будет 9 февраля? Какие-то побрякушки покупать, телефоны? Ну нет, то есть мне вот этого не надо. То есть я куплю новый телефон, когда вот этот кирдыкнется. Я реально думала, что же я хочу, но вдруг что-то нужно попросить. В итоге я поняла, что мне для жизни хватает всего понемножку. И мне главное провести этот день хорошо, с любимым человеком. Понятно, что мы все любим какие-то сюрпризы. Может быть куда-нибудь сходим. Кстати, я очень хочу сходить в спа. Давно хотела, потому что спина болит, хочется расслабиться как-нибудь. И, наверное, вот спа это будет хорошим решением на день рождения сходить. Вас 8 лет отметить. Вопрос. Представьте, что косметика на этой планете исчезла, кем бы работали? Ребята, я работала до этого. Перед тем, как я стала там визажистом, блогером, я работала. То есть я искала также работу на хэхэрум, также какие-то в объявлениях. Где-нибудь, да как-нибудь нашла какую-нибудь работу. Потому что любая денюжка, она хороша, чем просто сидеть, ручки на пирожок сложить, ждать там, что что-то упадет на тебя. Может кто-то думает, что я пробивалась в блогеры, прям конкретно, упорно, годами. Нет, это произошло само собой. Я была визажистом, потом стала снимать видосы. И здравствуйте, мы с вами здесь собрались. Как говорится, судьба. Вопрос. Где ты отдыхаешь в Кирове? В поле за чистыми прудами. Мы живем в чистых прудах, мы вывозим собак гулять. В основном там где-нибудь тусуемся, берем кофе и вот там гуляем. В заведениях мы редко бываем, но так спонтанно как-нибудь что-то что-то происходит. В пятерочке, где еще можно меня встретить? Все. Вопрос. Сколько лет потребовалось, чтобы научиться краситься? Слава богу, этот дзен не наступает. И всегда в голове есть, что есть куда стремиться, есть куда расти и развиваться. Нет этого совершенства. И когда вы это понимаете, вы развиваетесь. Вы что-то делаете новое, не стоите на месте. А говорить, что я профи, я все умею, ну, скучно жить. Нет, самооценка внутренняя, это, конечно же, хорошо. И когда вам говорят, что, о, как классно, это, конечно же, поднимает уверенность в себе. И все, вы понимаете, что есть какой-то фундамент. Когда, например, я делаю какой-то новый макияж, я ведь не знаю, как получится. То есть я иду путь, который я не проходила. И это интересно. Поэтому я могу ответить всемирной фразой. Век живи, век учись. Много вопросов по поводу того, буду ли я еще работать визажистом, буду ли я принимать клиентов. Ребята, кто хочет попасть ко мне на макияж? Пишите в комментариях, я хоть буду знать. Я с теплотой вспоминаю то время, как я принимала клиентов. И я не буду зарекаться, что это никогда больше не будет. Все-таки мы не знаем, что будет завтра. И поэтому, девочки, всяко может быть. Ребята, я думаю, чтобы видео было не супер длинным, нужно закругляться. Я надеюсь, что это не последнее видео, а разговорное. Также будет, наверное, вопрос-ответ. И кто хочет со мной еще поговорить на какие-то темы, пишите в комментариях. Я хочу от души поблагодарить тех, кто посмотрел это видео. И очень приятно, что я вас интересую не просто как обозревальщик косметики, но и как просто человек. Ребята, ну а на этом мое видео подходит к концу. Спасибо большое за ваше внимание. Я вас всех люблю. Крепко обнимаю. Лучи добра. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!